Что же мы уже сделали для того, чтобы сохранить сайгаха? Напомню, что он был внесен в нашу природоохранную стратегию только в 2018 году. Для многих животных, для того, чтобы увеличить их численность, можно применять биотехнию, то есть подкормку. Для сайгака подкормка не всегда актуальна, а вот обеспечить их нормальным водопоем – это важно и нужно. Поэтому одним из первых дел, одним из первых проектов, которые мы осуществили – это расчистка старых артезианских скважин, которые находились в ареале сайгака и были на территории заказника или заповедника, не только для того, чтобы напоить сайгак, но и для того, чтобы они в это время не уходили за пределы заповедников и национальных парков, были все время под охраной. И вот здесь вы видите тысячные, несколько тысяч сайгаков вблизи одного из образованных водопоев. Но для того, чтобы грамотно осуществить любой природоохранный проект, нужна научная основа. Без данных по численности популяции, о ее составе, о ее размещении сезонном или суточном, вы не сможете составить грамотную программу сохранения. То же самое и для сайгак. Вот мы сейчас начинаем работы по его сохранению. А детальные и точные данные, сколько их сейчас, сколько их будет на момент окончания, где они распределены по сезонам. Такой точной и детальной информации у нас не было, так скажем. Но вот буквально несколько дней назад закончился еще один из этапов этого проекта. Это учет численности сайгаков. Вот как раз сайгакиного такое. А учет проводили с использованием современных технологий, беспилотные летательные аппараты, которые, пролетая над местами концентрации сайгака, они сейчас, поскольку в Калмыкии и Устраханской области плюс 45, все сконцентрировались около воды, причем на грамотно подобранной высоте, чтобы не пугать сайгаков, это около 400 метров, удалось провести учет. Ну то есть вот то, что мы увидим с высоты 450 метров, тот, кто сидит поближе, точнее, кто сидит подальше, то будет, наверное, уже не 450, а 900 метров. Но если подойти, то видно искусственный водоем, многочисленные тропы сайгаков, которые сюда ведут. А если мы приблизим эту фотографию, то мы увидим отдельных сайгаков, которых можно сосчитать и подсчитать. Это можно делать вручную, или можно обучить программу, которая это все сделает. То есть мы надеемся в ближайший месяц получить цифру, которая покажет, что, например, не меньше 6 тысяч или 8 тысяч сайгаков сегодня обитает в северо-западном препятствии. И для того, чтобы в дальнейшем развивать, более детально прорабатывать программу. Причем в ходе проведения учетов выясняются много разных интересных и непонятных пока подробностей. Вроде бы артезианские скважины сделаны, но одни используются в сайгаке, другие нет. В чем причина? Химический состав воды или что-то иное. То есть все это требует дальнейшей научной проработки. Ну и теперь про амурского эксигра. Единственный тигр, который живет в снегу, один из крупнейших представителей кошачьих. Взрослые самцы могут достигать 200-220 килограммов, вес взрослой самки около 130 килограмм. В дальнейшем мы немножечко детальнее еще поговорим по его биологии. Смотрите, все тигры, которые существуют, они обитают внутри вот этого круга, Юго-Восточная Азия. И больше людей на планете живут внутри этого круга, чем живут снаружи. В результате на эту систему, этого региона оказывается колоссальное антропогенное воздействие. Если мы посмотрим на динамику численности тигра, которого по экспортным данным раньше водилось порядка 100 тысяч, то увидим, что 70-й год — это примерно 40 тысяч, 2010-й год — 3200 тигров. Это везде, это не в России. Это с учетом Индии, Китая, Таиланда, Лаоса, Вьетнама и так далее. И 2010-й год, который был годом тигра, он стал таким знаковым, надеюсь, для сохранения этого вида. Об этом я скажу чуть позже, почему это случилось. Но я вам называл две основные причины снижения численности практически любого вида. Что касается тигра, то это тоже потери места обитания, это могут быть пожары, это могут быть неконтролируемые рубки, которые приводят к исчезновению леса. Это могут быть фрагментации угла. То есть лес вроде остается, но через него проходит дорога, газопровод, ЛЭП, какой-то другой линейный объект, который разбивает на два участка места обитания, который позволяет браконьерам легче облегчать доступ на эту территорию. Причем браконьерство, но не только на тигра, но еще и на основные кормовые объекты тигра может осуществляться. Ну и, конечно, браконьерство и на самого тигра, и на объекты его питания. В 2013 году было существенно уже скучено наказание за табычу тигра. Но, тем не менее, все равно ежегодно отмечаются случаи браконьерской охоты на тигров, не говоря уже о различных копытных. И 2010 год в Санкт-Петербурге был проведен первый международный тигриный форум, на котором были представители, и чаще всего это были руководители, 13 стран, в которых обитает тигр. И на этом мероприятии было принято решение к следующему году тигра, который у нас 2022-й, сделать все возможное для того, чтобы увеличить численность диких тигров в два раза. Это не значит, что каждая страна должна в два раза ровно увеличить. Если в Китае два тигра водилось, это не значит, что им надо четыре, а в России пятьсот тысяч. Россия, так скажем, взялась на себя обязательства или сказала, что постарается довести численность до семисот особей, семьсот особей амурского тигра в России. Это та цифра, которая, по мнению экспертов, позволяет бесконфликтно существовать человеку и тигру. Ну и немножечко истории о тигре, о амурском тигре в России. Считается, что в конце 19-го, начале 20-го века численность тигра, амурского тигра, составляла около тысячи особей. Но после спермосвоения юга Дальнего Востока охота на него велась. Здесь фотографии видите охотников с их трофеями добычей. И к 1940 году численность тигра сократилась примерно до 40-50 особей. Тогда был проведен первый учет, и это цифра, которая, так скажем, подтверждена. Этот учет был проведен Львом Георгиевичем Каплановым. И он вышел с инициативой запретить охоту и животлов тигров. И в 1947 году, в 1947 году, была закрыта охота на тигра. В 1956 году был запрещен животлов тигря для цирков и зоопарков. И тигр был унесен в Красную книгу. После этого мы видим, что численность тигра в целом продолжает расти. Был некоторый спад в сложенные 90-е годы, связанные с экономическими сложностями. И на сегодняшний день по учетам 2015 года численность тигра в России составляет около 540 кавостки. Но в последующие годы сейчас экспорты считают, что она уже приближается к 600 кавостки. Почему сохранять тигров в России непросто? Потому что у нас тигр живет на границе своего ареала. На самый северный тигр. У нас продуктивность экосистем не такая высокая, как в Индии, например. Если в Индии на квадратном километре живет, полно говоря, 10 оленей, то нам надо 10 квадратных километров для одного оленя. За каждым тигр живут нетерриториальные. И за каждым из них закреплен определенный участок. Здесь на карте вы увидите схему, как это происходит. Отдельные участки, например, у самок тигра, которые могут немножечко пересекаться. И для самца необходим участок около 1000 квадратных километров. Для самки от 200 до 400 километров. И на участке одного самца живет до 3-4 самок. А вот для примера, ярко-красного выделено, это участки обитания бенгальского тигра в Индии, где продуктивность экосистем выше, где ему для того, чтобы обеспечить себе питание, не нужны такие огромные территории, как в России. Эти данные, которые получаем по размеру участка, они нам что дают еще? Если мы собираемся заповедник сделать для сохранения тигра, мы должны понимать, что меньше 1000 квадратных километров делать его смысла нет, потому что там нормальная группировка популяция тигра выжить не сможет. Как же тигров считают? Долгое время, да и сейчас тоже так считают, учет проводится зимой по следам. Понимая размеры следа, понимая его свежесть и направление движения, можно подсчитать примерное количество тигров, которые питают в том или ином районе. Здесь учетчику необходима довольно-таки серьезная квалификация. Промер идет по... Надо понимать, какую лапку меряешь, переднюю или заднюю. Тигра передняя лапа больше, чем задняя. И в зависимости от размера пятки, вот этой, можно сказать, это самец, самка или тигрен. и учеты, которые проходили в 2015 году, в них принимало участие практически около тысячи учетчиков. Но сейчас современные технологии позволяют нам проводить такие учеты и другими способами. Понятно, что во всем ареале невозможно почитать тигров с помощью, например, фото-ловушек. Это, потому что очень дорогостоящие мероприятия, но на каких-то границах заповедников или национальных парков или каких-то отдельных территорий это сделать можно. В-то ловушке устанавливаются на звериных тропах в местах, где есть меточные деревья. Это деревья, которые используются животными для маркировки своей территории. Ставятся они с двух сторон для того, чтобы тигра можно было сфотографировать как правым боком, так и левым. Полоски на шкуре тигра они уникальны как пчатки пальцев человека. В дальнейшем по фотографии можно различать этих животных, понимать, где они ходят, в каком они физическом состоянии, есть ли у них тигрята и так далее. Кто ближе сидит, мог бы попробовать рассмотреть. Здесь представлено шесть тигров и в зависимости от их рисунков можно определить где-то здесь два одинаковых. Я не буду вас мучить. Видимо, плохо видно. Хотя бы опишите нам, чтобы видно было, а то нам здесь не видно. Здесь надо просто выбрать какой-то маркер, какую-то определенную полосу и посмотреть, как она совпадает. Например, у этого тигра видно здесь три двойные полосы на боку есть, вот по ним можно его четко определить. Иногда бывает, что на фотоловушке попадает, например, только кусочек хвоста или какая-то его часть. И даже по такому обрывку информации то можно понять чаще всего, что это за животное.